Привет! Поехали со мной! Сегодня будет интересный день и интересная тема для разговора. Нас ждет с тобой дальняя дорога. Мы узнаем много чего интересного и даже проведем социальный эксперимент. Сегодня я хочу поговорить с тобой о гиках, а натолкнул меня на этот разговор недавно посмотренный фильм. Я сражаюсь с великанами. Не будем терять времени. Дорогу! Это фильм о девочке по имени Барбара. Она особенная. Ее уникальный талант это возможность видеть мир великанов. И этот мир угрожает людям. Барбаре никто не верит, но она единственная, кто может спасти человечество от исчезновения. Она объявляет великанам войну и готовится к главному сражению в своей жизни. Именно такое вот краткое описание этого фильма. И больше я сказать не имею права, потому как спойлеры. Но я тебе крайне рекомендую потратить время и посмотреть его. Для меня же главная героиня это словно самый настоящий и искренний гик. Пусть в сюжете это и подано совершенно иначе, да и смысл фильма совершенно-то другой. Но давай по порядку. Кто же такие гики? Гик это человек, увлеченный популярной культурой, комиксами, играми, фантастикой и т.д. и т.п. Да, многие из ответвлений гик-культуры по сути теперь уже стали поп-культурой. Виной тому чертовы Марвел со своей киношвачкой, от которой тошнит. В мире гейминга же все еще хуже повальная эпидемия дота, ксго, пабджи и танкозависимых. Что по сути-то и это погружением в виртуальный мир не назовешь. Так как это больше смахивает на резервации любителей покукарекать, что-то про чью-то маму, выяснить кто из них рак и тому подобное. На мой взгляд гиков больше нет. Есть книжники, настольщики, ролевики, косплейщики. Но не признавая слово гик, я уважаю многих людей, для которых оно почему-то существует. Редакторов и переводчиков, благодаря которым мизерными тиражами, но выходит шикарная зарубежная фантастика. Релиз группы, выкладывающие озвучки к не самым известным сериалам. Умельцев, готовящих издание редких игр по системе print and play. Независимых разработчиков, способных соорудить настоящий шедевр, по сути на коленке и многих-многих других. Если и наделить слово гик смыслом, так именно этим человек, который занимается редким хобби и сам создает для него контент. Мне кажется, что гики в моем представлении это те люди, которые порой обращаются к вымышленным мирам, чтобы почерпнуть оттуда хоть немного сил и вдохновения. И невероятно клево, когда они с радостью делятся этими позитивными силами с другими людьми, со схожими интересами и мировоззрением. Есть ли, по-твоему, еще настоящие гики, по крайней мере в СНГ? Напиши об этом в комментариях. А тем временем взгляни, пока мы с тобой болтали, мы проехали больше 400 километров. Отлично, ведь сейчас мы с тобой проведем своего рода социальный эксперимент. Мы узнаем у людей разного возраста и социального статуса. Знают ли они вообще, что такое за понятие это гик? Если нет, то я попробую им объяснить в двух словах. И тогда мы попробуем узнать их мнение и отношение к таким людям. То есть будет звучать вопрос, знает ли человек, кто такие гики? Если не знает, то мы включаем отбивочку, за которой я объясняю им, кто же это такие. И мы смотрим на их реакцию и их мнение. Итак, начнем. Понятия не имею. Вообще я не в курсе. Вот Рома все время ругает за какими-то непонятными словами, я даже не знаю, что это. На самом деле в зависимости от того, чем человек интересуется и чем он вовлечен. Если это важно, полезно и приносит какие-то знания, это круто на самом деле, супер. Если нет, если он сидит целыми днями и в планшете играет в Майнкрафт, для этого никому не интересно. Это гики, это гномы какие-то, да? Нет, не знаю. Тебе про таких гиков вообще никогда не слышал? гики? Блин, наверное, что-то связано с компьютерами, с техникой, с, возможно, с монтажом роликов или еще чем-нибудь похожим. Блин, капец. Ну, могу гадать, но на самом деле это очень крутая черта, когда ты находишь себя, погружаешься и начинаешь заниматься своим делом четко, целенаправленно. Я даже больше скажу, все европейцы, допустим, те же самые немцы, они делают, они определяют для себя какой-то бизнес и бережно с теплотой относятся, лелеют его, выхаживают, как свое некое дитя. Поэтому это неплохо. Но, конечно же, самообразование и дополнительные какие-то увлечения, считаю, тоже будут не лишними. Ну, я же старая. Не знаю, все равно. Вот такая вот неутешительная статистика, увы, получилась. Ну, а на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайся на канал, ставь лайк, пиши комментарии. До встречи в следующем ролике.